Ну что, ребятки, как всегда, долгожданный всеми обзор CoinList от BlondieChain. CoinList запустила новый проект, который называется Project Galaxy. И это значит, что Таня снимает не Gnosis Safe, как хотелось, а обзор CoinList. В этом видео мы разберемся, что это за проект, для чего он нужен, как давно он создан, кто за ним смотрит. Ну и, как всегда, самые важные метрики. Пройдем опросник, ответим на вопросы, зарегистрируемся и поймем, насколько перспективный проект, стоит ли держать их токены, стоит ли покупать и так далее. Самые важные вводные данные будут в начале видео. Далее видео для тех, кто действительно хочет понять, насколько прикольный проект. Дедлайн регистрации у нас 15 февраля в 12.00 по UTC. А само ICO пройдет 17 февраля в 18.00 по UTC. Зарегистрироваться мы можем уже сейчас, нажав кнопочку «Regистру now». Перед тем, как я перейду к детальному обзору проекта, напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал и таким образом дать мне еще больше мотивацию работать для вас круглосуточно. Здесь, конечно же, я шучу, но для того, чтобы вести канал и записывать полезные ролики, уходит очень и очень много, огромное количество времени. И, к сожалению, все сценарии я пишу себе сама. И, как вы понимаете, это занимает безумно огромное количество времени, плюс изучение новой информации, и в итоге ложусь в 3-4 утра. Для удобства на YouTube вы можете перейти в плейлисты и посмотреть информацию, которая самая актуальна для вас. К примеру, криптофорумы или вас интересуют обзоры GameFi платформ, либо же вы хотите посмотреть обзоры ICO, IDO проектов. И все ролики, которые относятся к проектам CoinList, находятся в плейлисте «Коинлист. Секреты. Участие». В двух словах о чем проект. Project Galaxy – это крупнейшая в мире сеть учетных данных Web3. Как мы знаем, Web3 развивается сейчас семимильными шагами и становится новым трендом на ближайшие годы. Построенный на открытой и совместной инфраструктуре, Project Galaxy помогает разработчикам и организациям использовать NFT и данные цифровых учетных данных для создания лучших продуктов и сообществ Web3. Project Galaxy является пионером в использовании учетных данных для запуска совершенно новой формы крипто-нативного маркетинга. Его модули компании являются первыми в своем роде и быстро становятся стандартом для проектов, стремящихся связаться с тысячами или даже сотнями тысяч членов сообщества. Для чего создан этот проект, мы еще вернемся немножечко позже, а сейчас к самой главной таблице. Таблица распределения токенов на паблик-сейле. Нативный тикер проекта называется GAL. Регистрация открыта с 10 февраля и заканчивается 15 февраля в 12.00 по UTC. Время продажи 17 февраля 2022 года в 18.00 по UTC. Стоимость одного токена на паблике составляет 1,5 доллара. Важная часть, на которую стоит обращать внимание, это, конечно же, вестинг. И у нас здесь 12-месячный еженедельный линейный анлок, который начнется приблизительно с 14 апреля. Какой скрытый смысл мы можем видеть в этом сообщении? 12 месяцев и еженедельная разблокировка. Соответственно, для того, чтобы посчитать, сколько процентов токенов нам будут отдавать каждую неделю, нам нужно 12 умножить на 4 недели, получим 48. И 100% разделить на 48 недель, которые будут в одном году. И, соответственно, мы получим 2% токенов нам будут выдавать еженедельно, начиная с 14 апреля. То есть, по сути, не очень-то большое количество, но для проекта это хорошо, потому что флипперы не смогут сливать все 20-30-50% в ее локе. Они смогут еженедельно потихонечку продавать всего лишь по 2%. Что, соответственно, не будет сильно дампить цену, давить на рынок и маркетмейкер справится с задачей поддержки данного токена. Опять же таки, если у проекта будет такое желание. Суплай токенов, который распределен для коин-листа, будет составлять 10 миллионов токенов GAL. Минимально вы сможете инвестировать 100 долларов, если попадете, максимально 500. И следующее вводное данное, которое нам очень интересно каждый раз, когда анонсируется проект коин-листа, это, конечно же, сколько будет мест. Если посчитать, в данном токен-сейле будет 30 тысяч мест. И всегда маленькая ремарочка, если все будут заходить на 500 долларов. Но находятся всегда люди, которые инвестируют немножко меньше, поэтому, соответственно, мест будет немного больше, чем 30 тысяч. Инвестировать можно в биткоине, в алго, в салане, в эфире, в USDC, в USDT. Нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться» и погнали отвечать на вопросы. На коин-листе будут выделены 10 миллионов токенов. Здесь классический ответ, на который мы всегда отвечаем. Это самое длинное сообщение, как будет работать токен-сейл на коин-листе. Для чего сделан проект Project Galaxy? Для учетных данных для Web3. Оплатить можно в алго и салане дополнительно. У нас здесь одна всего лишь опция и стоимость 1,5 доллара за один токен. Шестой классический ответ, что оплата юзера может быть отменена, где проходит, конечно же, на коин-листе. И что будет, если коин-лист определит, что вы пользуетесь, ботами или мультиаками, это то, что ваш аккаунт заблокирует. Нажимаем кнопочку «Континюм». Все, поздравляю, вы зарегистрировались на токен-сейл. И у нас здесь появляется розовая кнопочка, на которую хочу обратить ваше внимание, что вы можете здесь засубмитить, то есть подписать и отправить адрес вашего кошелька. Для того, чтобы была возможность и шанс получить приоритетную очередь. Дальше можем почитать информацию, кто получит приоритетный доступ к данному сейлу. Для того, чтобы вознаградить ранних пользователей, колон-лист и проект Project Galaxy решили отдать приоритетную очередь тем людям, которые удерживали Galaxy NFT. Снимок, то есть снэпшот, был сделан 8 февраля в 8.00 по UTC. И для того, чтобы узнать, попадете ли вы в список приоритетной очереди, вы можете перейти по ссылочке galaxy.eco, вы найдете ее внизу под видео, и посмотреть, кому будет принадлежать приоритеткам. Это те люди, те пользователи, которые успели приобрести один из этих типов NFT. Здесь у нас в основном все NFT, которые относятся к проекту Galaxy, и также те, у кого есть NFT-шка CoinList. Кто не знает, CoinList раздавал NFT-шки, и вы могли ее затребовать. Видео о NFT, которое выдавал CoinList ранним сторонникам, вы можете найти на моем YouTube-канале. Вот так выглядит заставка. 6 минуточек, можете пересмотреть, вдруг у вас также завалялась данная NFT-шка. ShadowCoder NFT Serious также относится к Galaxy Project. Мы можем перейти на кликабельную ссылочку и посмотреть, какие NFT-шки можно было ранее приобретать и таким образом попадать в приоритетку. Но даже если вы купили NFT-шку, вам обязательно нужно предоставить адрес своего кошелька и подписать предоставленное сообщение в процессе регистрации и продажи токенов, чтобы иметь право на участие. Ну и помимо этого, CoinList также раздаст отдельно приоритетку тем, у кого высокая карма. И обращу ваше внимание, что приоритетный доступ к токен-сейлу не гарантирует, что вы получите локацию, но значительно увеличивает шансы. Со всех приоритетов, которые приходили мне, я залетала полностью во все проекты. Ну что, а мы погнали дальше к обзору проекта. Project Galaxy – это у нас крупнейшая в мире сеть учетных данных Web3. Она построена на открытой инфраструктуре для совместной работы и помогает разработчикам и проектам Web3 использовать учетные данные для создания лучших продуктов и сообществ. Миссия данного проекта – создать инфраструктуру для обеспечения работы открытой совместной сети учетных данных. Многие ребята, не углубившись в тему, на данном этапе думают, что Project Galaxy – это то, что будет закрывать учетные данные, персонализировать их и каким-то образом не давать доступ другим пользователям. Как раз в этом проекте все-то и наоборот. Project Galaxy собирается помогать разработчикам Web3 и использовать учетные данные для создания лучших продуктов и сообществ. Аккураторы данных будут вносить свой вклад в сеть учета данных, получая доход после использования этих данных. Пользователи же могут либо собирать учетные данные, либо участвовать в различных компаниях. Аккураторы могут вносить желаемые данные, которые могут принести вознаграждение за счет будущего собственного токена сети. То, о чем я говорила, что проект пытается все сделать наоборот, это означает, что Project Galaxy стремится создать открытую и совместную сеть учетных данных, доступную для всех разработчиков Web3. Поскольку самая большая боль – это то, что учетные данные сегодня разделены по закрытым базам данных, которые принадлежат приложениям, правительствам, организациям и финансово-кредитным учреждениям. И разрешены только им, то есть доступ к этим учетным данным только у этих категорий людей. Все ваши поведенческие данные в Web2 учитываются в ваших учетных данных, таких компаний, как Google, Facebook. Это позволяет запускать алгоритм на ваши учетные данные, чтобы они могли отправлять вам целевую рекламу. Что это значит? Что когда вы пользуетесь любым приложением, либо же просто Google для серча, поиска информации, с вашего компьютера собираются все учетные данные, все вводные данные, что вы делаете, куда вы кликаете, время, которое вы проводите на сайте, задержка мышки, с какого API вы заходите, с какой страны и так далее. Все эти данные собирают большие, крупные, огромные корпорации. Основной заработок таких больших компаний – это заработок на рекламе и маркетинге. То есть вам нужно что-то продать, вам нужно что-то прорекламировать и, соответственно, на этом заработать. Вот как раз эти учетные данные и хотят использовать данный проект Project Galaxy, поскольку они важны из-за высокой степени использования, которую они предоставляют. Любые приложения могут использовать ваши учетные данные для расчета кредитного рейтинга, поиска целевой аудитории, вознаграждения участников сообщества и так далее. Вы должны понимать, что учетные данные используются в вашей повседневной жизни. И банальным примером в технической документации проект приводит то, что вы можете занять деньги у АВА и Компаунда, но так и не быть ликвидированным. И это уже считается учетными данными, которые могут использоваться. Давайте еще раз кратко. Основная цель проекта Project Galaxy – решить проблему с помощью открытой и совместной сети учетных данных, которая поможет разработчикам Web3 использовать учетные данные для создания более качественных продуктов и более привлекательных сообществ. В данной инфраструктуре будут поддерживаться кураторы, которые предоставляют учетные данные из нескольких источников. К примеру, в сети кураторы могут внести свой вклад с запросами под графом, либо же снимками кошелька. Либо же вне сети кураторы могут легко вносить учетные данные с помощью интегрированных источников данных Galaxy, таких как Snapshot, Twitter и GitHub. За это кураторы будут получать потоки доходов, когда данные, которые они курируют, используются в модулях приложений. И это создает своего рода сетевой эффект, потому что чем больше учетных данных поступает в систему, тем больше разработчиков будут использовать эти данные и в свою очередь стимулировать больше кураторов вносить данные в систему. То есть это по сути такая система мотивации. В настоящее время уже более 800 тысяч пользователей зарегистрировали свой Galaxy ID в Project Galaxy. К этому перейдем немножечко попозже. Давайте еще разберемся с токономикой данного проекта. Total Supply токенов GAL составляет 200 миллионов токенов. На экосистему у нас уходит 6%. Полностью разблокировка осуществляется на TGE, то есть на листинге. Награды за ранних сторонников 2%, 50% у них будут разблокированы на листинге и следующих 50% распределено на 6 месяцев. На публичные сейлы выделяется 5%, это как раз и есть наших 10 миллионов токенов. Для сторонников раунда 1 выделено 10.63%. Для сторонников раунд 2 – 10.14%, что в сумме составляет 20.77%. И это достаточно хорошенькое количество от всей токономики, поскольку на адвайзеров еще 6.23% и для команды 15%. На маркетинг выделено 15%, в фонд – 10% и в казначействе 20%. Токены команды будут с клифом 3 месяца, после чего линейная ежемесячная разблокировка будет на протяжении следующих 5 лет. На самом деле это очень хороший график для команды, что мотивирует команду всегда развивать данный проект на протяжении этих лет. Но главное, чтобы они придерживались своей нарисованной токономики. Для ранних бейкеров также будет 3 месяца клиф, но разблокировка на протяжении следующих 3 лет. Вот здесь я немного ошиблась, здесь не ежемесячная разблокировка, а ежеквартальная. Так же само, как и у ранних бейкеров. Венчурных фондов 2-го раунда 12% отдается на листинге. И далее идет разблокировка следующих 88% на протяжении 3 лет, тоже с ежеквартальным линейным распределением. Получается, что первые, кто получит токены – это венчурные фонды, поскольку они получают 12% на листинге. Это адвайзеры и партнеры, они также получают 12% на листинге. И это 3 категории людей, которые могут слить сразу все эти 12% токенов в рынок. Если посмотреть по таблице вестинга, то приблизительное количество токенов, которые будут на листинге в обороте – это 40 миллионов токенов. И далее идет плавное линейное разблокирование остальной части аллокации. К сожалению, информации о том, по какой стоимости заходили фонды, у нас нет. Все, что мы можем узнать с медиума и с общедоступной информацией – это то, что Project Galaxy получает 10 миллионов долларов во главе с Multicoin Capital и Dragonfly Capital. И данное финансирование будет использовано для расширения сети учетных данных, расширения поддержки нескольких источников данных и создания надежных модулей приложений, которые помогут проектам более эффективно использовать цифровые учетные данные. Статья была опубликована 25 января. Давайте же посмотрим, какие инвесторы были у данного проекта. В коин-листе есть табличка с венчурными фондами, которые вкладывались в данный проект. Но если мы перейдем в техническую документацию, то мы найдем намного больше венчурных фондов. К примеру, Republic'а вот здесь нет. Но когда мы перейдем в docs.galaxy.eco, мы можем найти, что сюда инвестировали еще MASK, Republic и другие венчурные фонды. Основные из них по рейтингу – венчурные фонды Tier 1, то есть самые топовые. Это у нас Coinbase, это Alameda Research, HeshKey Capital, Binance Smart Chain, Solana, Blockchain.com и Multicoin Capital. Есть еще фонды второго и третьего уровня, к примеру, Spartan у нас относится к венчурным фондам третьего тира. Также в технической документации мы можем посмотреть, какие компании уже строят на Project Galaxy. И здесь у нас более 100 разных компаний. Весь перечень вы можете посмотреть в ссылочке внизу под видео. Совместимые блокчейны и Layer 2 – это Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Phantom, XDAE, Avalanche и Solana. Ниже еще можем ознакомиться с партнерами по интеграции и поддержке маркетплейс и кошельков для NFT. Если теоретически учесть, что венчурные фонды, которые заходили вот здесь у нас на 10 миллионов долларов – это графа в экономике, которая относится к раунду 2 и составляет 10.14%, то мы можем высчитать приблизительно, по чем покупали данные токены венчурные фонды. Все, что нам нужно – Total Supply высчитать 10.14%, что составляет 20.280.000 токенов. Если на данном раунде было собрано 10 миллионов долларов, то, соответственно, путем легких математических действий мы можем высчитать, что стоимость одного токена составляет 50 центов. А это всего лишь в разрыве 3 икса от цены на паблике. Но это всего лишь теоретически, поскольку мы не знаем, 10 миллионов относится к какой категории – к этой, либо же к этой, либо же вообще к адвайзерам и партнерам. Вторую интересную информацию, которую я нашла, ее нету на коин-листе и на сайте, это то, что фонд роста Binance Smart Chain, в котором 1 миллиард долларов выделен для инвестирования в проекты, проинвестировал также в Galaxy, чтобы расширить возможности сетевых учетных данных Web 3.0. Но это совсем не дает нам понимания о том, сколько Binance Smart Chain залил сюда средств для роста данного проекта, поскольку на сегодняшний день Binance Smart Chain поддержала более 300 блокчейн-проектов через свой фонд роста, который считается одним из крупнейших в мире. И вторая по величине экосистема блокчейна DeFi планирует в ближайшие месяцы инкубировать и ускорить более 500 стартапов через данный фонд. Данная новость о инвестициях с Binance Smart Chain фонда была опубликована 15 ноября 2021 года, то есть еще до той статьи, которая вышла на Medium 25 января. При поддержке фонда BST Galaxy сообщила, что они будут работать с большим количеством проектов в экосистеме Binance Smart Chain, и они помогут им использовать комбинацию сетевых учетных данных и NFT, основанных на достижениях, чтобы вывести участие сообщества на новый уровень. Что касается NFT, давайте разберемся, как это интегрировано в Galaxy Project. Project Galaxy создает инфраструктуру без расширений, которая поддерживает учетные данные в сети с модулями NFT Plug & Play. Протокол позволяет каждому создавать, распространять и геймифицировать NFT с помощью настраиваемых сетевых данных. Разработчики могут создавать свои собственные программы лояльности, а отдельные лица могут выпускать и клеймать свои NFT-шки, подкрепленные их достижениями в сети. Таким образом, Galaxy делает NFT не просто предметами коллекционирования, они превращают их в формы идентификации и позволяют разработчикам и членам сообщества вместе создавать более привлекательные сообщества. Что это значит? Вот здесь, когда вы заходите на сайт, есть раздел «Компании», где вы можете поучаствовать в какой-то из компаний и заклеймить свои NFT-шки. Но для этого вам нужно сначала проделать какие-то действия. К примеру, Альпака Финанс делает клейм каких-то NFT. Для этого вам нужно подписаться в Дискорде, в Твиттере и забрать свою NFT-шку. То есть проделать какие-то действия, после чего вы можете стать собственником какой-то из NFT, и в том числе CoinGecko. На данный момент возможности клеймать нет. Для того, чтобы клеймать эти NFT-шки, вы должны знать о этом мероприятии. Для того, чтобы почитать подробные условия, можете зайти внутрь компании и нажать вот здесь на кликабельную ссылку, где вы перейдете к условиям той или иной компании, того или иного проекта. Давайте я сейчас как раз это и проделаю. У меня есть 600 конфет, и я могу выкупить данную NFT-шку. Нажимаю «Выкупить сейчас», «Обменять 600 конфет». И теперь в разделе «Мои награды» появилась NFT-шка, значок NFT Candy Collector и курсы NFT-101 в Project Galaxy. Нажимаем «Посмотреть». Теперь я могу использовать код на странице оформления заказа на сайте магазина. Далее я нажимаю «Использовать код вознаграждения». Перехожу на Google форму, где я могу использовать свой значок коллекционера конфет и начать обучение по курсам DeFi-101 NFT в Project Galaxy. Указываю свой адрес электронной почты. Указываю адрес кошелька на блокчейне ERC20. И копирую ниже код ваучера, который я купила за конфетки. Дальше нажимаю кнопочку «Отправить». И после чего я отправила форму, после чего мне на почту должно прийти уведомление, что мою форму рассмотрели и мой код является правильным. Вот такая возможность еще и есть на данном проекте. Участвовать в компаниях, забирать свои NFT-шки за проделывание каких-то определенных условий. Повторю, что условия каждой компании вы можете читать внутри, когда кликните на проект. Таким образом, данная платформа предлагает несколько модулей и приложений, помогающих проектам Web3 создавать более качественные продукты и более привлекательные сообщества. То есть проекты могут вознаграждать членов сообщества и повышать вовлеченность с помощью модуля Project Galaxy OAT, то есть сетевые токены достижений. Они могут привлекать целевую аудиторию, используя цифровые учетные данные в сочетании с модулем раздачи. Они также могут использовать счетные данные Galaxy для создания настраиваемых систем голосования или закрытых модулей сообщества, чтобы помочь запустить сетевые эффекты. Сообщество также создает дополнительные модули, помогающие рассчитать кредитные рейтинги в сети в дополнение к алгоритмам предотвращения атак. Когда вы перейдете в раздел My NFTs, вы можете увидеть те NFT-шки, которые вы уже заклеймили. У меня здесь есть NFT-шка Polka Starter, поскольку они создавали компанию именно с Project Galaxy. Если вы внимательно смотрите ролики на моем YouTube-канале, то вы могли видеть данный обзор и обратить внимание на эту платформу. Таким образом, подключившись к данной платформе, ставим ранним сторонником сообщества и, соответственно, получу приоритетную очередь. Когда мы перейдем в идентификатор Galaxy, вы можете увидеть свой профайл. Здесь за вами могут фоловить, либо же вы можете за кем-то фоловить. Указан ваш номер кошелька и название вашего профиля. И ниже указана та деятельность, которая проводилась с вашим кошельком. Перейдем еще к твиттеру проекта. Здесь достаточно большое количество подписчиков – 176 тысяч. Подписаны здесь достаточно много проектов, кошельков, Binance Smart Chain. Действительно подписан SafePal, Mask. Такие проекты, как Vero, Acno Ledger, Solana, Spartan Group, которые являются венчурным фондом и так далее. А для того, чтобы увидеть полный список линков данного проекта, вы можете перейти по ссылочке внизу под видео. И здесь есть у нас ссылка на Discord, на Telegram, на OpenSea Galaxy OAT. Я рассказывала перед этим, что это значит. Дальше OpenSea Official Collection, Galaxy App, Galaxy Blog и Galaxy Документы. Если мы перейдем на OpenSea, то мы можем увидеть здесь в основной коллекции 14 тысяч NFT-шек и объем торгов 398 эфиров. Держат эти NFT-шки 9,5 тысяч пользователей. И самая низкая цена NFT-шки была 0.019 эфира. На OpenSea Galaxy OAT можно увидеть объем торгов всего лишь 4 эфира. Самая низкая цена 0.001 эфир, 52 тысячи собственников. И данные токены можно было заклеймить раньше абсолютно бесплатно. То есть с помощью этих NFT-шек проект идентифицирует ранних сторонников. Поскольку OAT доступны на полигон, то комиссия заклейм составляет достаточно мизерное значение. Но тем не менее, когда вы заходите в проект Galaxy, и давайте, к примеру, зайдем на любую из компаний. К примеру, на Kingdom X AMA, и мы можем увидеть, что вот здесь есть информация о том, что minting authorization fee будет покрываться данным проектом. А это значит, что вы не будете платить ничего абсолютно за газ. В технической документации вы можете найти, как интегрироваться с данной платформой, если вы крупный проект и хотите создать какие-то NFT-шки с помощью Galaxy Project. А также здесь есть статья для пользователей, которая называется «How to claim your NFT». Здесь пошаговая инструкция, что нам нужно посетить сайт, выбрать компанию, подключить свой кошелек к нужному блокчейну и заклеймать NFT-шки. После чего вы можете посмотреть владение этой NFT-шки в разделе My NFT. И вот здесь есть краткая инструкция, как это все проделывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще из очень прикольной информации, которую мне удалось насерчить, это то, что данный проект сделан с помощью Bullet Labs, которые позиционируют себя как переосмысление в App3. И дальше связь этой инвестиционной фирмы идет в Second Life, поскольку они также инвестировали в проект Second Life 2 ноября 2021 года. А Second Life это диверсифицированная метавселенная, ориентированная на создание социальных сетей и поддержку экономической деятельности авторов. Давайте найдем на твиттере Second Life и посмотрим, что здесь у нас еще больше подписчиков, а именно 293 тысячи. И есть связь кофаундера Project Galaxy и Bullet Labs с Second Life. То есть все взаимосвязано, все эти три большие компании связаны с собой. И сейчас я показала тоненькую нить, по которой можно это все соединить. И очень важно, что я вам хочу донести, что IDO данного проекта еще не прошло. А что это значит? Что лайфхак вам от Танюшки подписывается на Second Life. Вот, я тоже подписываюсь как раз еще. И контролим, когда будет происходить IDO данного проекта, потому что здесь будет достаточно тоже хорошее количество иксов. И данный проект даже вошел в топ-5 NFT GameFi Metaverse Project на этой неделе. Ну что, за такой детальный обзор, на который я потратила достаточно большое количество времени, обязательно лайк, подписка и колокольчик. Сделай это, чтобы замотивировать меня работать больше, спать меньше. Люблю, целую, ваши блонди.